И соперники тоже там сыпятся, вот. Но просто он сам по себе игрок, которому нравится разыгрывать сложные партии, а не просто пиу-пиу. Так. Да, вроде бы... Вроде бы... Вроде бы началось. Собственно, бейс на ракете появился, пошел в другую сторону. Это уже такой традиционный розыгрыш. При этом ракету он просто не вязал, хотя она была в шаговой доступности. С первым делом Ротган. Ротган на этой карте очень сильно роляет, потому что здесь такие пространства, где действительно много стрельбы на средней и дальней дистанции. Первая роза прилетела, вторая, как хлыстом по булкам, далее. И быстрее удирать. А вот сейчас будет первая война. Ты куда делся? Блин, вот это, конечно, было очень весело, потому что Кельс даже не успел вообще выстрелить в ответ. Настолько быстро лопнул. Идеальный просто... Идеальный розыгрыш ситуации. И как бейс прочитал вот эту атаку, вы обратили внимание? Кельс, в принципе, шел тоже на фраг, но он даже не успел выстрелить. Настолько четко бейс его принял. Вот сейчас опасно, сейчас опасно. Там рыльца, кстати, хорошо летит по скейлу. Вообще непонятно, что еще делать. Дождался бейс обилочки, подобрал аптеки. На полтос не поведется. Да, здесь надо через ТП. Что, через обилку укрась? Укрась, укрась, украл красавчик. Прыгать, да, чтобы поймать на противоходе. Но, даже несмотря на рейл, кельс все равно своего добился. Сейчас украдет еще и мегу. На самом деле, очень все неплохо. В итоге бейс, но несмотря на то, что ситуация была очень плохая в целом, он умудрился и хэви украсть, и мегу с респа. Кельса пока все еще очень отлично идет рельса. Я даже не знаю, какой-то процесс попаданий. 5,7-71%. Это очень неплохо за минуту. С небольшим, но за полтора минуты. И вот сейчас 5 секунд. Бейс на позицию несется. Несется. Разминулись. Но у бейса сейчас важнее в приоритетах съесть второй девайс. И сейчас, по идее, он должен душить. Вот уже встреча очередная. Ну, кельсу не позавидуешь. Да, у него есть шприц. Да, он может еще один полтос съесть. Но совсем... Совсем ничего это не должно ролять. С учетом стека бейса. Поэтому, да, просто слушать. Пытаться штрафовать рельсой. Издалее. И вот так вот. Фаново прыгать по карте. Ну и ждать действий соперника. Здесь нужна рельса. Нужны два штрафа какие-нибудь. После чего даже, может быть, даже не до атаки дело дойдет. А хотя бы постараться отжать девайс. Сейчас неплохо кельс встретил. Бейс с шаптом. Неплохо попал ракетой. И очень, на самом деле, много там в сумме зашло. Пошел атаковать. Пошел атаковать. Бейс должен закрывать. Ну, кельс здесь, по-моему... Слишком самонадеянно пошел. Палец анарки. Но успеет бейс взять мега. Сейчас можно будет. Хорошо штрафануть. Ой, какая красотенечка ты! Ну вот вроде они у нас только читаются. Да, но настолько бейс вот без суеты. Четенько, выверенно. Просто анарки штрафуют. Я, смотрите, хэви не стал брать. Потому что очень важно сейчас Скелбиру успевать. На второй девайс. Потом, после взятия очередной меги. Да, успевать. Потом на хэви. И до этого промежуток временной был не очень большой. А сейчас то, что надо. Будет штрафик. Тоже очень четенький. Без суеты. И ловить. Сделать фраг. Еще один. Слышит, 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 слышит. Ну, опять же, здесь совсем уж на пролом лезть смысла нет. Настолько все хорошо с точки зрения контроля. Ты понимаешь, что анарки 100 на 75 максимум. Но бейс и этот полтос забирал. Должен быть штрафик. Там потратил приц по идее анарки. Иначе бы он не выжил. Он был 100-0 до атаки. И прожрал сразу, как только услышал врыв бейса. Ох, 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 опасно, опасно, опасно. Но разлетелся. Анарки. И сейчас будет хэвик. И, опять же, тайминги шикарные. Тона 150. База. Пошел низом, чтобы не словить рельсу на втором этаже. Ну и принимать даже вот такой... Ой, 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 опасненько. Но, правда, кельс там тоже поплохел, а? Он не пойдет. Ну, чуть-чуть понимают, что это просто будет подарный фраг, да? Там, плюнуть шогой. И... И все. Сейчас спалился кельс. Очень опасно бейс. Очень опасно стоит бейс. Но при этом дамаги не так много получил. Сейчас было опасно. Рел промазал и сразу... Тону шафта от него. А нет обилки, нет обилки. Потерялся бейс в пушках. Кельс как-то очень легко этот фраг сделал. Прям... Прям совсем не получилось бейсу ничего сделать. Ну, и... И время следующего хэви. Кельс уже тут. Вы, смотрите, вообще не приходит. Даже не штрафует. Да, пока старается вообще не высовываться. Сейчас спалился. Пытается отъесться полтосами, видимо. Собрать все пушки. И где-то подловить. Вот, например, вот так вот. Почему бы и нет. Правда, в итоге мегу кельс взял после тральцы. Поэтому на КП это не повлияло. Ну и... Смотрите. Бейс создает полностью карту. Пытается играть вот под лову. Хороший под лов. Ну как там, как там много шафта? Триста. Да, попал что-то в ответ, но... Ну как-то совсем больно сейчас. Не знаю. Опасненько-опасненько. Потому что анарки будет... По скорости обгонять. Будет вот так вот врываться. Будет... Счет сравнивать. И вот этот... Вот этот дилей между девайсами сейчас в итоге обернулся в пользу... Обидно, обидно. Но обилочка сработала. Но... Не знаю. Будет ли падать бейс на мегу? Мегу украл уже хорошо. Анарки 100-0. И, конечно, надо что-то предпринимать. Сейчас суперпассивная игра на протяжении двух-трех минут привела к тому, что уже боясь по счету горит. Да, сейчас он с респа всю карту съест, но... Счет-счет. Опасненько, опасненько. Ну, хорошо сейчас то, что не попал. Потому что время хэви. Если бы залетело бы... В бейзе там и ракеты Рэйл, он бы и хэви терял. А сейчас, в принципе, просто выедать и искать момент для этой атаки. Кель спокойненько держит дистанцию. Хорошо прочитал. Возможно, да, попала, попала контролечка. Отлично, прочитал. Ой, 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 ой. Но должен закрывать, должен закрывать. Там слишком лютый стэк. Да, я вручную переключусь на бейза. Все же он сейчас первым номером отыгрывает. Да, кельцу здесь тоже ловить нечего. Он 100-0. Ну, сейчас все неплохо. Один фраг, если это будет без... Серьезной потери здоровья. Бояться нечего. Кельца нет. Даже полтоса пока. Бейз выедает один. Слышал. Ну, 100 на 50 сейчас будет кельц. Такие качели по контролю получаются. На, кельц также затаился, ждет шанса хотя бы штрафануть. Сейчас будет рыл, возможно, через всю карту. Осталась одна минута. Ему, конечно, не позавидуешь. Немножко здесь... Такое непонимание по звукам. Так бы, если у Пэдди услышала обилку. То, что я потратил кельц. Это значит, что если штрафанет, то можно будет... Атаковать, попытаться. Но сейчас самое важное не потерять контроль девайсов для легкого чемпиона на противнике. Против него это главный козырь. Опять кельц, смотрите, ждет. Просто стоит с рельцой и смотрит на девайс. Но решил постреляться, причем за 10 секунд до появления... Ой, до конца, в смысле матча. И в первой же карте у нас овертаймчик. Классика. Ну, пока оба игрока правильно все делают. Кельц, естественно, не суется, ищет... Транс для штрафа. Кстати, обратите внимание, практически не вязается триболт. И насколько триболт решал на лане. Тот же Рафа просто им забрасывал все, что можно. Как много домашки пролетело. Вот сейчас... Интересно, почему бейс не пошел. А сейчас не важно, сейчас не важно. Есть шанс догнать соперника. Эх. Сейчас главное хэви не отдать. Не отдать хэви. Ох, 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 как смело сыграл. Абилка не сработала, абилка не сработала. Ой, красота. Ой, красота. Ой, валидол опять. Ну, там просто фантастика получилась. Зарешал стэк бейса, который был изначально. Но Кельц прям рискнул. Рискнул он падая на этот хэви. На самом деле он должен был отлететь от абилки. Но в итоге бейс ее не попал. Но сориентировался. Отличный рокет на джампаде. И просто шикарно рельса. Там 20 хп самого осталось. Тонцовочки в стиле бейса. Очень интересный матч. Действительно, такие кипомбрессы. Где действительно вот прям с респа можно рельсу занести. Пришла информация, что поменялся сервачок. Теперь... До этого играли, по-моему, на централе. Сейчас играют на Милане по просьбе бейса. И давайте смотреть. Бейс у меня на экране. Здесь трог. Пикер на рейнджера. Трог. Берет мегу. Шафтик. Ну и нужны пушечки. Сейчас, видимо, будет первая перестрелка. Против рельса, естественно, стреляться. Здесь ни в коем случае нельзя. Сейчас боися как-то прям гуляет. Как говорится, слишком беспечно. Пытается он пройти, конечно же, к Кэрлгану. Здесь важнее не ракета рельса. Лышит соперник очень хорошо. И думает, куда бы пойти. Или в ТП драться за хэви. Или пытаться все-таки на мегу уехать. Ну, смотрите. Пошел три болтик. И сразу же проблемы. А сейчас проблемы могут возникнуть еще больше. Но вовремя бейс рельсу попал. Нужны полтосы. Пока немножко Кельс так более агрессивно играет. Первым номером бейс ждет. Пытается понять все-таки, как ему лучше захватить контроль. Ай. Сейчас потенциально было красиво. Но немножечко не попал. Ну и взял позицию на хэви. Так, сейчас, по-моему, они поменялись ролями. Полетит не полетит. Ну, здесь безумство было. Полетит? Нет, он все равно летит. Но он взял мегу. Он взял мегу в последнюю секунду. И за счет этого... За счет этого успел прилететь. И смотрите, первый фраг набирает пока вот такое ощущение, что игроки немножечко, не знаю, неуверенно действуют. Порой так стоят и ловят рельсы легкие оба. Причем сейчас бейс тоже немножечко потерялся. Его достаточно легко убили в итоге. При том, что вся атака читалась. И надо догонять. Сейчас он съест мегу. Очередной штраф. Вот просто... Как в тире. И вот смотрите, ребята, опять, опять, опять. Какой подлов его с шафтом. Ну, выглядит со стороны довольно-таки легко это. Эти два фрага кельс. Но вот особенно вот этот. Сейчас могли еще раз подловить. Даже не знаю, с чем это связано. Давайте посмотрим пинги. Пинги у нас 70 у бейза. Кельса 30-очка. Я черная заруба. Пока вообще у бейза ничего не получается. Мягко говоря, совсем не узнать. Работает три болтик. Достаточно, так сказать, без зуба он выглядит. Хэви 4 секунды. Возможно, получится отжать. Ну, здесь кельс влетает. Нереально просто. Много дамаги внес. Но, правда, сам получил. Снова три болт. Снова еще три болт. Как он больно. Бьет. А, говорите, фишки. Не подсмотрел. Он как три болточки за этот бейс, видимо, этот момент проспал. На самом деле, реально, я бы назвал этот лан... Лан три болта. Потому что так эта пушка просто решала такое количество дамаги. И 4-0. Ну что? Что не так? Что не так? Совершенно не получается у бейза. Нормально проатаковать. Снова много дамаги. Бесплатно. Ни контроль. Ни перестрелку выиграть. Пока вообще ничего не клеится на его. Как будто подменили. Хорошо. 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 В первом хэви. Попытка подловить на рельсе. Лезет кельс просто супер нагло. Ловит штраф. Хорошо. Красавец. Красавец. Там можно было, да, переключиться на что-то, что-то понадежнее. Но на самом деле, бейс был супер уверен в том, что попадет это рельсо. А сейчас не попал. И это стоило ему фрага очень обидного. И все по-новому. Плюс 4. Летит. Летит кельс. Мы уже поняли, что сегодня он идет атаковать до последнего. Когда юзает обилочку. Ну, вроде бы отъелся бейс. Хорошая позиция в целом. Да, она позволяет, конечно, атаковать. Но, по крайней мере, ты понимаешь. Где соперник и не даешь ему на девайс сходить лежит мига. Уж довольно долго бейсу не берет. Бейс пытается, опять же, сыграть от контроля. Кельс сам не понимает, куда податься сейчас может два девайса украсть. Ай, он второй раз. Он второй раз это разыграл. Вы видели, что он сделал. Он просто ворует оба девайса у бейса. Хотя, вроде бы, у бейса была позиция более козырная. Это центр карты, топ. Вот вам и рейнджер на дипомбрейс. Вроде бы простой мув. А вот сейчас хорошо. А вот сейчас хорошо. А вот сейчас три шапкиночки. Не, не, бейс. Бейс так не любят. Ему надо еще одну рульсу садить. Чтобы максимально... Просто было... Сейчас надо делать халявный фраг. Правда, какой-то не очень халявный фраг на самом деле. А че он хп остался. Ай. На аптеку тяжело будет добраться. Там еще одна на ящиках. Не пускают к ней. Ай, 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 ай. Ой, боль, 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 боль. Ракета. И теперь уже обилочка у строго работает. Один фраг разницы. Всего проснулся базюлечка. И рульса полетела. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Но это значит, что хэви попроще будет взять. Может быть, сейчас опять розыгрыш, кстати, от обилки. Нет. Гельц понимает, что что-то как-то полетело у Бейзача. Снова подловили в этом месте. Ракеты какие-то некомфортные. Не уверенные. Надо бежать. Ну, сейчас надо передохнуть. Что-то съесть. Желательно еще одну рульсу поп... Ну, ну, база, ну, база, ну, база, ну, база, ну, база. Ай. Ставку очень серьезно. Наралган делает. Но не всегда это срабатывает. Не всегда это срабатывает. И у нас 5-6 как-то быстро превращаются в 8-5. При этом стэк хорошего кельса. Сейчас главное лишнего не словить. Вот, например, вот такого вот. Когда нет пушки нормальной. И к ней, собственно, все равно не пускают. Ой, ой, хорошо. Половил один хп. Как шо? Как подловил на этих ящиках. Хорошо, что остался толстый кельс. Реально не ожидал такого. Он просто... Просто пока понял, откуда атака. Уже и кончился. Нужно пользоваться тем, что у соперника нет. Рульсы. Хорош, 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 хорош. Хорош, какая рульса? Ну, база. Ну, там вроде шафт был. Ладно, ему виднее. Хорошо, хорошо. Иначе бы тогда супер красивых фрагов мы от бейза бы не видели. Из-за этого бы его не любили. Ой, красава, 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 как кельс живет. Ну, сейчас, сейчас. Нет, рульса. Никаких шафтов, шафты для басиков и шпоги. Если добивать, то рульсой. Несмотря на то, что там хп нету. Ой, красавчик, что ж ты? Ну, распулялся, распулялся, почувствовал. Пришла уверенность. Ну, что это, что все, полетели рульганы. Не надо добивать ничем другим. Так как ничто, так сказать, не минус моралит, когда тебя еще рульсой добивают. Вау. Хорошо, хорошо. И смотрите, он еще и просек, наконец, как эту сферку контрить. До этого он их ловил. Тушечку. А сейчас деликатенько делает шажочек в сторону. И сферка больше не кусает так больно, как это было в начале. И у нас тем временем нарисовалось 11.8 за минуту. За минуту до конца 12.8, шикарный розыгрыш с обилочкой. С 5.8, собственно, начиналось. Буквально совсем недавно оно вроде бы было. Потом просто 7 фрагов подряд бейс набирает. Контроль хороший, все получается. Рейл летит. 4 фрага 40 секунд осталось. Надо просто... Сейчас уже без приключений. Доиграть... А Кельс... Кельс стоит. Я не знаю, что он там. Может, заклеил себе таймер. Ну, ему, в принципе, только лететь вперед. А он ждет Хэви. Ну, хорошо, Хэви съел. На время-то смотрел, бро. С пока добежишь. Ну, бейс все правильно делает. Не ищет приключений. Надо спокойно забирать карту соперника. Которая, на самом деле, супер непростая была. Вначале реально просто вообще ничего не получалось. Вот от слова совсем. И как потом полетело. Ну, на самом деле, видимо, он нащупал вот это вот комбо. Комбо из двух рельс. Обычно комбо это ракета рейл. Но бейсы комбо только такое бывает. Если добивать, то только так. И 23 рельсы занес бейс в соперника. В ответ всего лишь прилетело 6. Хотя, вспомните, да, поначалу казалось, что как-то кельс разрылился. Там бейс где-то так подставлялся достаточно неаккуратно. И как потом полетело. Просто вбил рельсой в дипомбрейс соперника. И 2-0. 2-0. Очень важна, на самом деле, карта. И очень важно то, чтобы... Вы уж болельщики кельцами меня. Прощайте. Да, ведь смотреть, на самом деле, бюджет тоже не лох. Это точно. Он могет. И здесь есть места, где его обилка очень круто может решать ситуацию. Давайте смотреть. Я на бейсе. Ищет он пушечки. Пока только релган взял. Конечно, шафчик ему нужен. Пойдет он к нему как можно скорее. Пойдет ли портал? О, услышал, кстати, соперника. Понимает, понимает. Хорошо. О, но портал опасно. Там килл, он очень толстый. Это гранаты. Это... Ой-ой-ой-ой. Там потерялся кельц. А вот сейчас рельса просто фантастическая была. Уйдет кельц на рельсу. Пойдет ли бейс его там ловить. Ну, вот так вот контроль нарисовался. А можно даже все-таки попробовать этот фраг сделать. Пытается в пиксель там попасть, но в итоге насаживает рельсу. Хороший сейчас был контроль. Со спауна. И надо успевать на хэви. Аккуратненько упал. Аккуратненько бачком, чтобы не словить штрафную рельсу. Слышит соперника. Сейчас будет под лов. Хорошо. И смотрите. Не пошел сближаться. Не стал тратить обилку. Пытается играть. Вот. От рельсы на дальней дистанции. Понимаешь, что скиллом вблизи... Крайне тяжеловато будет. А раз вот так рельса... Летит. 85%. Если вдруг кто не... Ой-ой-ой, куда ж ты, бру? Куда ж ты? Так, там... Деливери. Не туда, куда ты улетела. Должен был погибать. Ну, вот каким-то чудом. Просто кельс. Короче, доставка на третий этаж. Прошла успешно. Жалко. Фрагов это не принесло. Хороший сейчас триболтик. Бэйс прочитал. Но там еще ж надо поймать тайминги. В какой момент именно игрок придет на это место. И... Очередной рейл. Какой там процент? 79-77. Отличный процент. Да, это килл, но... Это ничего не значит. Надо еще и читать карту, чтобы вот эти штрафы доставлять по адресу. Но при этом все равно Бэйс достаточно аккуратно играет. Достаточно кельсом, по-моему, вообще потерялся в карте. Ну и 2-0. Это, конечно, не суперуверенно. Надо все равно как-то реализовывать преимущество по стеку. Но Бэйс пока совсем глубоко. Он не лезет. Атаковать. Держит так же все дистанцию. Старается четко забирать девайсы. Сейчас, скорее всего, кельс будет уже душить пытаться. Или, как минимум, просто побороться за девайсы. Упасно, опасно, опасно. Просто весь стек куда-то делся. Ну и Бэйс здесь, по-моему, от отчаяния все равно пошел до последнего на хэве. В итоге просто сдох. Было питненько. Три минуты было. Тотального преимущества. Сейчас опасненько. Но шарфчиком встречает хорошо. Мега вовремя спасает. Да, там даже без Меги Бэйс выживал, но все равно осмотрелся. Познал, тут уручулечку принесли. Там, по-моему, на гранате пытался кельс подлететь и должен он вздыхать. Ах ты хорош. Вот сейчас доставочка, я считаю, по адресу дошла. Так и надо. Мега спаунил. С портала тяните. Есть обилка. Ой, 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 ой. Какой массажик такой же хочу. Ох, кельс, по-моему, уже на мегу повелся. Но забыл про то, чтобы из-за обилка он особый пока настолько часто не вязал. Ему и рельсы не хватает. Вот так вот просто малого качать в качельках. Но самому тоже прилетело. Хочу не рисковать. Хоров очередная рельса. У-у-у, там кельс просто стены ломает. Негодует. 10 секунд до хэви. Все снова хорошо. Опять так же аккуратненько бачком. Проходим, падаем. Не подставляемся под рельсу. Но нет, все-таки на взятие девайса штрафик залетел. Так. Это был прыжок веры. Но опять обилочка идеально отыгрывает. Ой-ой-ой, кельс там пошел в аркаду. Это может ему уже до срочки на самом деле. Стоит 8-1-5 минут. 5 секунд до хэви. Бесс его забирает и все восполняет. Да, были у него проблемы по стеку некоторое время. Но очень быстро он их решил. Кельс ничего не добился. Тем пушем. Опасно, опасно. Вот непонятно. Идти, не идти. Идти, не идти. Идти, не идти. Потому что, ну, скорее всего, там до фрага уже перестрелка будет. Но у бейса преимущество вроде бы хорошее. Но камбэки в куче тоже случаются. Сейчас встретятся. Сейчас встретятся, да. Здесь обилку, конечно, не надо было тратить. Бейс ее, поэтому не слабо прожимать. Понимая, что, скорее всего, в любом случае там сдохнет. А вот. А еще, а еще попробовать. Нет, решил сейчас бы издание лезть. Понимает, что сейчас важнее контроль себе вернуть. Чтобы отыгрывать первым номером. Но кельс. Да, пока 100-100. Потом еще один полтос. Пушки вроде бы есть. Ну, и занимать топ. Ой-ой-ой, какой смелый кельс. Бейс просто будет входить в портал и закрывать. Да, пока бейджей не контрится вообще никак. Так, и красот гранатных мы от кельса не видим. Вообще не дает ему играть. Из сыгранных 7 минут, наверное, аж 6. Это полная доминация бейза. И полный контроль. Ну и рейл очень сильно решает. Очередной импрессив. Ой! Ай! Куда ж податься? Аж так больно в портал и ловить. И что-то там привстал. Член? Нет. Понял, что надо все-таки добегать карту. Побороться. Быстро же просто... Своё наслаждение играет. Ну и все. Все хорошо. Времени также на второй девайсе есть. Ой, ну он поезде соперник. Ой, какая красотень! Ну просто уже просто на плюс 4 в руке сойдет. Понимаешь, что ну блин. Вообще ничего не получается. Быза наоборот. Слишком летит. Слишком летит. Самое, наверное... Сладкая карта из... Последнего времени, что от бейза мы наблюдаем. При том, что соперник... Ну далеко не самый сладкий. Ну здесь очевидно 3-0. Но до 2-0-то мы с валидольчиком добирались. Овертайм. На Молтоне. Да и дипомбрейс был до определенного момента. Нервный. А вот сейчас... Сейчас в одну калитку. И все это еще и максимально красиво от бейза. Вот что, получается, отбросил от Миги. Сейчас будет камбэк. Не? Не будет. Наверное, камбэка. Галя отмена. Осталось одна минута. Что пост отца. Матч почти закончен. И на исходе его бейза 61% от ган. 21 из 34. Это очень хорошие циферки. Обычно... Такие высокие они... На каком-то кураже. В начале катки. Там первые пару минут. Потом как-то оно выравнивается обычно. Когда уже соперник понимает, что у него соперника летит. И надо как-то поаккуратнее играть. Где же, в первую очередь, вопрос шикарной стабильности от бейза? У него летел так весь матч. Ну и продолжает. Получается, все. Ну что, поздравим Сашу. Главное то, что нашел свою игру. Причем... Изначально он нашел ее на Молтоне. Потом нам это надо. Поэтому я за плюсик. Я за плюсик. Ну и бейс. Бейс хорош. Это факт. Давайте смотреть. Так, сейчас оббейсы включу. Бейс на экране. И пока... Нет. Я думал, может быть, будет задерживать. На самом деле, в начале карты... Это большого смысла нет. Еще раз то все поменяется. Тем более на такой карте. На которой, в принципе, ты и так за... Пару секунд может успеть. Ну, бейс продолжает исполнять. Но вот смотрите. Сейчас Ральсой не стал добивать. Потому что... Никса. В том числе. Ну и самое главное, да. Совсем уж... Расслабляться. Ни в коем случае нельзя. Сейчас... Он без обилки. Он без обилки. И он просто ловит... Весь этот... Пучок шоги в бочину. И разлетается 1-0. Хорошо, хорошо. Там не будет кельц стреляться. Надо его где-то подлавливать. Для этого надо занимать топ. Понимает бейс, что на дальнем арморе соперник. Отличный был бы штраф. Ну, у них сейчас, конечно, проблем большие. Не берет пока кельц. Ганн, бейс, понимает. Прям идеально, понимаете, где соперник. Хорош! Ну, как там можно было вообще попасть? Не, ну это грязь. Еще его нуждают обилку поражать. Где-то надо подловить. Понимает бейс, что на ракете соперник. Погонят, погонят, погонят. Но Никса там тоже... Все просекла. Удрала. И уже отъелась. Но нет обилочки. Ай, сейчас промахнулся кельц. И должен он сгнивать. Да, шафтом просто его вбил в уголочек. Ну, и пока все хорошо. Кар-кар-кар-рома. Не будем каркать. Армору и мег кельц давно не нюхивал. Ну, одну мегу он там украл. Но достаточно высокой ценой. В остальном контроль шикарный. Рыл за рылом, рыл за рылом. Снова обилка. И подловчик должен быть. Здесь опасно кельц. Опасно. И посмотрите, как бейс аккуратно стреляется. Аккуратно вообще не подставляется. Не лезет в эти узкие проходы. На пролом. Понимаешь, что... Мог наказать в любой момент. Максимально надежно отыгрывает. Прям очень, очень качественно. Получается этот XL. Там... Так, сейчас кельц. Кельц. По-моему, тильтулечка. Что там по... По питательным веществам. Плес хэви. Четыре меги. Кельц хэви только в рекламе видел. Ну и пару мег он подгрыз. Но так не считается. Ну что, мы не жадные. Но опять же, 5-0 это не тот счет, который позволяет совсем расслабиться. Надо продолжать, собственно, в таком же духе играть. Бейза сегодня шикарная просто. О, в лицо, в лицо снова обилочка тратится. Каждый раз, когда кельц видит фэрболу, он просто проломает обилку. Ах, ах, хорошо, нет хп. И секунда до меги. Бейзик быстрее на ней. Отлично, отлично. Так, здесь немножечко потерялся. И затюкал, затюкал кельц. Бейза. Как аккуратненько подбирает. Шардинки обычно так в думе делал. Игра такая, если никто не в курсе. Ну и хэви здесь. Никак не взять. После предыдущей перестрелки бы отъезд сам. Кельц сейчас получше позиция на меги. Да, и он ее забирает. И сейчас опасно. Опасно, опасно, опасно. Да, здесь никса. Свою обилочку реализовал, наконец. Хэви 3 секунды. Придет ли у нее бейз? Или будет от меги играть? Занимая заранее там позицию поудобнее. Ох, как он умеет. Вы посмотрите. Хорошо, хорошо. Бейзик очень аккуратный. Вообще не подставляется. Просто там только пиксели видны бейзовские. И иногда ралгазы. Но здесь боль наказали. Кельц. Спауна тоже знает. Красавчик. Так, как-то преимущество куда-то немножечко и кончилось. И немножечко тут бы уже пошел. На плюс форде тормеж со спауна. Как-то все оно подрастало. Первым хэви. Кельц уже на позиции. База просто носится. Ловит. Очередной ралган. Ну, кстати, здесь параллитеты у кельца. Все хорошо. Сейчас будет очень тяжелая перестрелка. И какая-то она получилась совсем... Безвлекаем. Ой, 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 ой. Хорошо, 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 хорошо. Мига лежит, но... А бы если он может взять? Бы если он может взять? Украл. И здесь кельц еще неудачно. Стену шмальнул. Куда ж ты? Куда ж ты, братишка? Там нет ничего. В прошлый раз все собрали. Я проверял. Очень вообще такой важный момент. На самом деле там такой тег был у кельца, что в принципе он, наверное, не доживал. Но здесь вопрос, опять же, вот этих моментов. Уверенность. Когда ты так падаешь, это говорит о том, что... Не все в порядке, а у бейза все хорошо. Снова встает он на рельсе контроля. На хэви не спешит. Нет, в итоге спешит. До свидания, без домашки. Чекнул спаун. А там и хэвик подоспел. Ну и счет, собственно, к исходному вернулся. Это плюс 5 в пользу бейза. Только время-то прошло уже. Сколько? Это значит, что... По крайней мере, мы можем, ну, немножечко это... Не так сильно переживать, как оно было пару минут назад. Хороший. Снова полетела красота! Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, такой бы, если не контриться. Да, ты можешь пробилить, что-то там придумать. Но потом... Потом ты снова будешь ловить эти две рельсы подряд. И разлетаться на ошметочке. Две минуты. Счет не отыгрываемый. Ну, по крайней мере... Не... Против бейза. Это счет. Он тоже взялся... Откуда-то. Не просто... А он был достигнут очень крутой игрой, которую камбетчить нереально. А не просто фора. Да, бей спокойно сейчас уже не форсирует события. Спокойно держит центр. Забирает девайсы и не суется лишний раз стреляться. Ну, разве что после рельсы. Да и даже после рельсы, я думаю. Кобик будет интересней. Когда настолько хорошо все складывается. В общем-то и не надо. Придумывать себе приключения. Флик Шродган. Не зашел. Бойз уже кайфует, кайфует. Носится, крутится. Мучка, иди сюда. Забавно это смотрится, конечно. Ну, ладно. Просто затюкал. Просто затюкал. Ничего, кельсин, не получается. Ну, и на самом деле, сегодня в целом... У него крайне мало получалось. Были отблизки в игре. Но Бейз сегодня со своей рельсой... Просто не контрился. Ну что, ребят. Получается у нас 4-0. Две свои карты Бейз забрал. Две соперника. И... Наверное, немногие. Такой вот. Такой легкой. Ну, по счету победы. По картам, конечно, там были сложности. В определенные моменты. В определенные они были так... Совсем уж... Сложные. Вспомним. Первая карта у нас закончилась с овертаймой. То есть, нельзя сказать, что прям вот просто одной. Одной левой. Но как только Бейз начал попадать... Там... Там действительно полетело в одну калитку. Калитку и... И хорошо, что...